На Ближний Восток пришла арабская зима. Похолодание в отношениях между иранцами с одной стороны и арабскими странами с другой наступило после того, как саудовские власти казнили шиитского проповедника. 3 января толпы иранцев напали на саудовское посольство в Тегеране. Саудовская Аравия объявила о разрыве дипломатических отношений с Исламской Республикой. Чем грозит очередной этап религиозного конфликта с участием богатейших стран региона? Военно-политический прогноз составил Евгений Маслов. Первую неделю нового года в мире подзабыли о борьбе с ИГИЛ, режиме Башара-Асада и авиаударах международной коалиции в Сирии и в Ираке. Дипломатический скандал между Ираном и Саудовской Аравией внимание перетянул на себя. Протесты с критикой в адрес Эр-Рияда не утихают в Тегеране с 3 января. Их подхватили уже и в других столицах исламского мира. Конфликт стал реакцией на казнь в Саудовской Аравии известного шиитского проповедника Нимр Ан Нимра. Его и еще 46 человек приговорили к смерти по обвинению в причастности к терроризму. Иран назвал этот вердикт бесчеловечным. Казнь проповедника, который учил добру, противостоял злу и свободно выражал свои религиозные взгляды – это преступление. Саудовские политиканы казнили его, и пусть они не думают, что это забудется. Эр-Рияд обвинял казненного проповедника в том, что он призывал к вооруженному джихаду. В Тегеране это сочли клеветой и уверены, что Нимр Аль Нимр пострадал за религиозные убеждения. Шиитского священнослужителя казнили в государстве исповедующим главным образом ислам суннитского толка. И именно это возмутило Иран, где большинство мусульман как раз шииты. В Тегеране протестующие ворвались внутрь саудовского посольства и пытались поджечь помещение. Но полиция вовремя смогла их отогнать. Эр-Рияд официально разорвал отношения с Исламской республикой. Саудовские дипломаты в спешном порядке покинули Тегеран. На родине их встречали как героев. Мы приняли решение не только разорвать дипломатические отношения с Ираном, но также прекратить воздушное сообщение с этой страной. Мы также прерываем все экономические связи с Ираном и накладываем ограничения на туристов, желающих выехать в Иран. Дальше словно эффект домино. Димарш Саудовской Аравии поддержали Бахрейн и Судан, Кувейт, Катар и Арабские Эмираты. Впрочем, они ограничились лишь тем, что тазвали послов и полностью разрывать отношения не стали. В шиитском Ираке и в ряде районов Йемена, напротив, протестовали всю неделю, осуждая казнь шиитского имама. У этого конфликта, в несомнении, религиозный фундамент. Иран – крупнейшее шиитское государство в мире. Саудовская Аравия – богатейшее и влиятельнейшее государство с сунитским исламом. Именно здесь расположена Мека, и это добавляет ей политический авторитет. Суниты – последователи наиболее многочисленного направления в исламе. В отличие от шиитов, суниты не признают возможности посредничества между Аллахом и людьми после смерти пророка Мухаммеда. Суниты отрицают идею об особой природе зятя, пророка и его преемника Али имн Абу Талиба, которого в шиитском исламе считают ключевой фигурой. Эти различия стран исламского мира время от времени перерастают в открытый конфликт. Еще один очаг напряженности в и без того взрывоопасном регионе. Конфликт между Ираном и Саудовской Аравией уже перекинулся в Организацию Объединенных Наций. Обе страны жалуются друг на друга. Саудовская Аравия возмущена нападениями на свои диппредставительства в Тегеране. А Иран обвиняет Саудовскую Аравию в систематическом нарушении прав человека. Так или иначе, Совет Безопасности ООН на этой неделе попробовал примирить Тегеран и Риад, но пока безрезультатно. В роли миротворца выступил лично Пан Гимун, предложив спор из религиозного перевести в дипломатический. Но противоречия между двумя странами давно уже не ограничиваются лишь толкованием ислама. Тегеран – один из главных врагов США, а Риад – стратегический партнер Вашингтона. И это, похоже, лишь верхушка айсберга. Матан Шамир, директор по проектам в Организации Союз против ядерного Ирана, объясняет причины конфликта глубже, чем может показаться на первый взгляд. Саудовская Аравия видит себя защитницей всех суннитов, а Иран видит себя защитником шиитов. И это, безусловно, очевидный конфликт, особенно после казни имама. Но и без этого можно сказать, что противостояние продолжается десятилетиями, особенно с учетом того, что Саудовская Аравия и Иран поддерживают различные стороны в региональных конфликтах. Таких, как в Сирии до определенной степени, таких, как конфликты в Ираке и в Йемене. То есть между ними серьезные трения, и этот скандал выводит эти противоречия на новый уровень. Совпадение или нет, но Саудовская Авиация, нанося удары по позициям шиитских повстанцев-хуситов в Йемене, задела иранское посольство, ранив, как заявляют в Тегеране, охранника. Инцидент еще больше обострил конфликт между титанами исламского мира. Евросоюз и США призвали оппонентов снизить накал риторики, но демонстративно дистанцировались от шиитско-суницкого противостояния. Нас беспокоит напряженность между иранскими властями и властями Саудовской Аравии, которая продолжает расти. Мы призываем обе стороны сдерживать себя и не разжигать этот конфликт, который явно разобщает страны и региона. В Белом доме, тем не менее, пообещали выйти на связь с властями Саудовской Аравии и убедить их найти компромисс, подчеркнув, что это разбирательство сугубо между Эриядом и Тегераном. Обе страны уже прерывали дипотношения на несколько лет. В 1988 году, также после нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране. История повторилась. Но каким теперь будет результат? Я думаю, что в ближайшее время можно будет, конечно, ожидать, что Иран и Саудовская Аравия попробуют сгладить трение официально. Но на самом деле они будут еще больше оказывать давление друг на друга в так называемых прокси-конфликтах. Эр-Рияд чувствует себя сейчас уязвимым после того, как была достигнута сделка по иранской ядерной программе и по меньшей мере 100 миллиардов долларов своих финансовых активов Тегеран сможет получить после того, как будут сняты санкции, и он сможет использовать их для продвижения своих интересов в регионе. Обнадеживающе в этом смысле прозвучало на этой неделе заявление представителя Эр-Рияда при ООН о том, что Иран вовсе не прирожденный враг Саудовской Аравии и недовольство вызывают лишь действия нынешних иранских властей. Но реальных шагов к урегулированию конфликта не предприняла пока ни одна из сторон. Затяжную холодную войну, тем более с религиозным подтекстом, усилиями одной лишь ООН вряд ли удастся остановить. Задача номер один для дипломатов – не дать ей перерасти в широкомасштабный военный конфликт. Евгений Маслов, Лев Чеснов, Анна Асатиани. Специально для тайм-кода. РТВАЙ. За этим персидско-арабским противостоянием следит с большим интересом единственная демократия региона – государство Израиль. Иерусалим не сделал никаких заявлений. Впрочем, Израиль никогда и не скрывал, что считает выгодным для себя любое ослабление Ирана или арабских государств, к чему мусульманская междоусобица наверняка и приведет. Ни с Тегераном, ни с Ириадом Иерусалим, мягко говоря, не дружит. Впрочем, в интересы Израиля не входит и широкомасштабный конфликт, а потому в Иерусалиме предпочитают никаких резких движений не делать. Продолжение следует...